Под стать футбольному матчу все волонтеры мирового чемпионата будут поделены на две большие команды. В красной форме это волонтеры оргкомитета соревнований. Их напарники в синей форме так называемые городские волонтеры, то есть кого специально подготовили для работы в Казани. И там и там основную массу добровольных помощников составит представительница прекрасного пола. Помощники в красном в основном возьмут под свою опеку стадион Казань-Арена. Добровольцев синих цветов можно будет встретить на улицах города. Всего волонтерской рукопомощи охватит более 20 крупных объектов. Что касается самых многочисленных функций сервиса для зрителей, волонтеры будут оказывать задействие в том, где, какое место, куда пройти, уже соответственно в периметре стадиона, через какой вход зайти. Я фактически сам пользовался как бы вот этой услугой, да, сервиса волонтеров, который буквально там за руку отвели, говорит, вот там за поворотом следующий будет ваш. Хотя, казалось бы, ну что там я не знаю на этом стадионе. Многие из волонтеров уже прошли разведку делом на Кубке Конфедераций. Добровольцы этого набора, в отличие от своих предшественников, отличают с лучшей коммуникабельностью, особенно в части иностранной речи и медицинской терминологии, чтобы, если кому-то станет плохо, сразу понять, в чем дело. Можете получить любую информацию, то есть абсолютно все, там, вплоть до того, что, я не знаю, там, где купить сувениры, где купить, там, духи, носки, куда сходить вечером. Вот такой вопрос однозначно будет звучать, там, 100 тысяч раз в день. Единственное, куда они будем водить, это, видимо, в бар и в ресторан. Они так сами найдут. Основная и главная миссия, которую мы преследуем, это, собственно, создание именно гостеприимной обстановки, уютной атмосферы. В таком режиме волонтеры будут работать без выходных все дни чемпионата. Первые добровольцы возьмут дело в свои руки уже на следующей неделе. Дмитрий Айрегин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова